Новости в эфире нашего канала. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Грозит до шести лет тюрьмы. В чем обвиняют главбуха детского сада? Зебр в городе станет меньше, кто решил убрать пешеходные переходы с оживленных дорог. Вновь перекрыли. Энергетики проводят ремонт на обводном канале. Первый этап программы замены лифтов завершен. Что еще должны успеть в этом году? Народный экскурсовод гуляет по городу Корабелов. Очередной рассказ о спортивном острове Ягры. Шесть ДТП зафиксированы за минувшие сутки. Одно из них с летальным исходом. Северодвинский водитель Рено Логан не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом. В результате молодой человек 93-го года рождения скончался в автомобиле скорой помощи по пути следования в городскую больницу. Глава региона Игорь Орлов встретился в Москве с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Обсуждалось участие предприятий области в программах по модернизации производств. Прежде всего это касается оборонных заводов «Севмаш» и «Звездочка». Именно они готовы участвовать в перспективных проектах по освоению арктического шельфа. В том числе в проекте по разработке месторождения природного газа «Каменномысское море» в Обской губе. Президентом России поставлена задача к 2030 году довести долю выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса до 50%. Также на встрече обсудили вопросы совершенствования законодательства по приоритетным региональным проектам в области освоения лесов. В Саламбальском суде Архангельска сегодня начали рассматривать дело бывшего главбуха детского сада «Огонек». Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Напомним, в 2017 году Татьяна Ермолина, будучи главным бухгалтером и имея доступ к электронной цифровой подписи, завышала зарплату себе и своей близкой родственнице, которая также работала в «Огоньке». Близкий родственник, которому начислялась завышенная заработная плата, и не знавшая о преступных намерениях, значит, Ермолина и Татьяна Николаевна, в последующем передавала ей обратно денежные средства. Таким образом, от преступных действий Ермолиной детскому учреждению «Огонек» был причинен ущерб на сумму 582 тысячи рублей. Действия Ермолиной следствие инкриминируют как мошенничество, если вина подсудимой будет доказана и грозит до 6 лет лишения свободы. Зебр в городе станет меньше, а городская комиссия по безопасности дорожного движения взяла курс на ликвидацию нерегулируемых пешеходных переходов. Тех, что не оборудованы светофорами и поэтому признаны объектами повышенной опасности. Как горожане относятся к этой идее и чем обосновывают свои действия власти, выяснил Алексей Карельский. Легкой походкой директор Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Норицын идет по регулируемому пешеходному переходу, чтобы рассказать о нерегулируемых. В ближайшее время исчезнут аж 12 штук. Первые 6 пешеходных переходов будут убираться в рамках программы безопасной и качественной дороги, где необходимо для соблюдения ремонта убрать нерегулируемые пешеходные переходы, что в первую очередь связано с безопасностью жителей города Архангельска. В основном они будут касаться работы, которые ведутся по улице Воскресенской. Также 6 пешеходных переходов были приняты решение на комиссии по безопасности дорожного движения. Свою лебединную песню под ногами пешеходов поет переход на пересечении Ломоносова и Северодвинской. Соседний метрах в 10 останется. А вот зебре на Ломоносова и Анна Кронштадтского такой альтернативы нет. Тут все люди другую переходят. Я тоже каждый день тут прохожу на учебное учреждение. Теперь придется делать крюк. Метрах в 100 есть светофор. Убирать собираются как раз те нерегулируемые переходы, у которых неподалеку есть такой сосед. С ним, мол, безопаснее. Да и другим участникам движения плюс. Хоть и относятся они к этой идее, настороженно. Убрать, с одной стороны, это неудобно пешеходам, с другой стороны, это более удобно водителям, но задержек меньше. Пройти метров 150-200 старичкам будет в этом плане сложнее. За пожилых людей переживает и архангельский блогер Михаил Шишов. Он вообще против скоропалительного изничтожения переходов. Нужно первоначально анализировать потоки пешеходов, а потом уже приводить какие-то решения, чтобы их убирать. Что касается безопасности, главного мотива стирания зебры, то Шишов и сам видел, как ОСГМУ на ней сбили человека. Однако же решение проблемы он усматривает не в ликвидации перехода, а в его усовершенствовании. Нужно его приподнимать на дорогу, то есть автоматически водитель будет останавливаться, то есть на лежачем полицейском, и освещать фонарями, то есть самого пешехода подсвечивать. Идеи идеями, но факт остается фактом. До 1 сентября переходы уберут, хотя горожане к этому явно не готовы. Будут люди здесь все равно переходить, это привычка. Нарушать правила, возможно, и не будут. Администрация города планирует не просто убрать нерегулируемые переходы, но и выставить леерные ограждения. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29. Итоги оперативно-служебной деятельности в первом полугодии подводили сегодня на коллегии областные полицейские. Меньше зарегистрировано убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, квартирных краш и мошенничеств. На треть сократилось количество преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Полицейскими изъято свыше 10 килограммов наркотиков, раскрываемость преступлений составила больше 65%. Характеризуя в целом служившуюся в области криминальную ситуацию, отмечу снижение числа совершенных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, квартирных краш, мошенничеств, разбойных нападений и вымогательств. Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также лицами находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Основное внимание в ходе работы коллегии было уделено недостаткам в деятельности УМВД и мерам по их устранению. Благоустройство дворов по программе формирования комфортной городской среды на 2019 год идет по плану. Об этом в ходе рабочей поездки по объектам благоустройства заявил глава Архангельска Игорь Годзиш. Как реализуется программа, расскажу в нашем материале. Жители девятиэтажки на улице Победы 112 наконец дождались благоустройства своего двора. Их заявка в программу комфортной городской среды прошла конкурсный отбор. Ремонтные работы стоимостью около 4 миллионов рублей проходят здесь в два этапа. Обустройство дворового проезда в этом году и установка детской площадки в следующем. Произведены работы по установке бортового камня где-то в порядке 80%. То есть по тротуару у нас уже готово. Сейчас будем подводить основание под асфальтобетон на тротуаре. И в принципе в конце месяца уже хотим положить асфальтобетонное покрытие. Также в два этапа идет благоустройство двора на красных партизан 17 корпус 1. В программе комфортной городской среды этот дом уже второй год. Сейчас здесь начинается строительство спортивной площадки, обсуждается возведение тротуара. Идет благоустройство при домовой территории и возле дома на Советской 11. Здесь на все работы выделено почти 5 миллионов рублей. Здесь мы не только парковку будем делать. Мы делаем расширение проезжей части со стороны Советской около дома. Во дворе будем укладывать плиткой пешеходную дорожку, устанавливать скамейки, урны. Ну и конечно парковка необходима для нашего дома. Территория у дома на Гагарина 2 попала в программу комфортной городской среды одной из первых в 2016 году. Сейчас благоустройство здесь на завершающем этапе. Осталось только засеять газон. Используя возможность, обращаясь к нашим архангелогородцам, друзья, участвуйте в проекте. 20-й год впереди, ждем заявки. Возможности есть сделать каждый двор красивым. Подать заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды на 2020 год может актив дома. В городской администрации помогут с написанием проекта. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. На набережной Архангелийской ремонт, на спуске с улицы Шубина приводят в порядок лестницу и леерные ограждения. Восстанавливаются также бетонные основания газонов у лестницы. Вскоре их покроют деревянными настилами и сделают зону отдыха. Проект в свое время придумали члены молодежного правительства. Бюджету такие работы не стоят ни рубля. Ремонт на спуске к Нижней набережной идет на средства спонсора предпринимателя Евгения Леонтьева. Два года назад между мной и администрацией города было заключено соглашение о сотрудничестве, по которому в течение двух лет мы должны привести нижнюю набережную, привести в порядок и отремонтировать лестницы спуски. Хочу, чтобы этим примером другие предприниматели города также оставались небезучастны в судьбе нашего города. Это уже третий проект благоустройства, который реализует меценат. В прошлые годы выполнил восстановительные работы в районе памятника Кузнецова. Следующий спуск он отремонтировал полностью, восстановил в первозданный вид. Это в районе спуска от Семашка на Нижнюю набережную. Это у нас третий уже объект, который восстанавливается в первозданный вид. Ремонт спуска на набережную планируют закончить к 1 августа. А вот чтобы в домах по лестницам ходить не пришлось, первый этап программы замены лифтов уже завершили. В 9 многоквартирных домах областного центра установлен 31 новый подъемник. Все оборудование прошло проверку Ростехнадзора и сейчас полноценно работает. На очереди второй этап программы. Чего ждать, расскажет Михаил Меньшенин. Второй этап программы замены лифтов в Архангельске стартовал. Впереди у подрядчика работы в 7 многоквартирных домах областного центра, где будут установлены 27 новых лифтов. Вот так изнутри выглядит шахта лифта. Конкретно здесь практически проведены все работы. Убраны старые коммуникации, установлены новые направляющие и противовес. Осталось только собрать каркас кабины. В доме на Логинова, 23, подрядчик меняет лифты во всех четырех подъездах. По словам механиков, уже сделано 60% работ. Устанавливали все, четыре подъезда, новые двери. Там в приемке буфера уже стоят. Машинки в помещении, новые и частотники, и шкаф управления. Первый этап. В доме на Воскресенской, 104, подрядчик уже заменил грузовой лифт. Сейчас очередь пассажирского. Параллельно продолжают обновлять оборудование в комнате управления. Тут в основном все цепи безопасности уже в электронном виде работают. И лебедка тоже стоит уже новая, намного современного типа. Это итальянское производство получается. И они уже по своей мощности являются намного мощнее, чем старые. Замена каждого лифта стоит чуть больше двух миллионов рублей. Стандартный срок выполнения – 60 дней. При этом на некоторых объектах работам мешают. Воруют инструменты и запчасти, портят электрощитки. Не обходят вандалы стороной и уже установлены новые лифты. Разрисовка кабин различными средствами. Иногда вандальные действия отражаются тем, что гнут двери на различных этажах. Конечно, эти моменты уже под гарантийные сроки не попадают. И здесь уже как раз проблема, которая фактически возлагается на управляющей компании. Всего в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске по программе замены лифтов будет установлено 220 новых кабин. Быстрее всех работы идут в городе Корабелов. Из 108 объектов введено уже 84. В областном центре сдачу работ по второму этапу программы начнут через полтора месяца. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, Регион 29. Теперь в Устьяне. Там в самом разгаре ремонт культурных учреждений. Район принял участие в нацпроекте и получил несколько миллионов на обустройство сельских ДК. На что потратили деньги и будет ли муниципалитет и дальше, заявляться на федеральные средства, расскажет Алексей Шемякин. Я хожу в клуб «Колобок». Где мы занимаемся выпечкой различных традиционных блюд. Хожу еще в клуб «Здоровье». И нам дали место, чтобы мы каждое утро проводили здесь зарядку. И таких жизнерадостных людей в Шангалах немало. В Центре народного творчества 31 кружок, в которых занимается более 260 человек. До недавнего времени им не давала покоя крыша. Нет, не та, что в 90-х, а настоящая над головой. Вернее, ее отсутствие. Здание старое, 54-го года постройки. И очень, конечно, нас беспокоила крыша. Крыша протекала в нескольких местах. Нам приходилось ведра ставить и тряпки доставать. Теперь тряпки и ведра можно доставать разве что для мытья полов. Благодаря участию в нацпроекте Устьянский район выиграл грант. На ремонт Центра народного творчества потратили миллион четыреста тысяч. На эти деньги строители заменили кровлю, вентиляцию, вытяжки. Теперь ставят новые окна. В этом Доме культуры у нас есть кружки по хореографии, по вокалу, хоровое пение, декоративно-прикладное, молодежный ресурсный центр. И это единственный зал на 150 мест в селе Шангалы, где можно проводить большие праздники, фестивали, концерты. В рамках нацпроекта миллион восемьсот тысяч направили на ремонт Дома культуры и в деревне Юрятинской. На объекте полным ходом трудится подрядчик. Произвели демонтаж, разрушившись кладки кирпича, выровняли ее. Также произвели на данный момент демонтаж кровли трехслойной подложки. На следующий год мы также планируем принять участие в нацпроекте «Культура». Будем заявлять Дом культуры в деревне Кизима и в деревне Плоская. В планах Устьяков нацпроекте «Культура» участвовать до 2024 года и отремонтировать еще как минимум 10 ДК. Алексей Шемякин, Олег Пенежанинов, Регион 29. По Северодвинску гуляет народный экскурсовод. На этот раз автор очередного конкурсного проекта рассказал о спортивном острове Ягры. Николай Цып также прошел по маршруту. Экскурсия началась с самых сильных и выносливых на острове Ягры пожарных третьей специальной спасательной части. Пожарно-прикладной спорт раньше практиковали все работники «Звездочки». А так мы все это делали. Вы помните тоже. Конечно. Входил в спорты к яду, а сейчас нет. Автор проекта «Ягры спортивные» Сергей Афанасьев, работник Центра судоремонта, говорит, тема спорта здесь на поверхности. Наше предприятие единственное в области, если не в России, имеет такую огромную инфраструктуру спортивно-здоровительных учреждений. Одна только зона стадиона «Беломорец» через дорогу от центральной вахты предприятия насчитывает 13 спортивных объектов. Самое большое, конечно, футбольное поле. Данное футбольное поле, она практически ровесница за воду. Но оно было шлаковое, гравийное, опилки. Тут пыли было. Ужас сколько. А далее история новейшая. 14-й год, сдача физкультурно-спортивного корпуса. 15-й – ввод в эксплуатацию ледовой арены. А этой истории еще возводится. Фок с универсальным спортивным залом. Сама родилась в Нояграх. Детство все у меня на Нояграх прошло. Поэтому для меня это возвращение в детство. И я, конечно, удивлена тем, что произошло на этом стадионе. В детстве было все совершенно по-другому. Уровень, конечно, действительно, уровень европейский уже. Я горжусь. Дальше маршрут ведет на берег моря и рассказ о старейшем клубе водных видов спорта. Он практически в Советском Союзе был первый, который придумали и кайт кататься. Хотя при Балте тянули свое время, мол, мы придумали первый. Ну, такая дискуссия идет. За ходом экскурсии следит специальная комиссия, которая и назовет победителя среди семи участников конкурса. Конкурсная комиссия оценивает каждую экскурсию по критериям, заявленным в положении. Это насыщенность экскурсии сюжетами, фактами, событиями, познавательность, уникальность маршрута и способность проекта создавать положительный имидж территории города Северодвинска. Сергей Афанасьев еще и велосипедист с 40-летним стажем, поэтому свой маршрут в дальнейшем собирается переформатировать в велопрогулку. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. А вот по обводному каналу экскурсию уже не проведешь. Сегодня закрывают очередной участок для движения. Речь идет об отрезке от улицы Лугинова до Воскресенской. ТГК-2 будет ремонтировать теплотрассу. Движение рейсовых автобусов изменится. Водители просят также заранее продумывать маршруты объезда. Загляните в нашу группу ВКонтакте. Там много интересных новостей. Материалы выпуска тоже есть. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok